Здравствуйте! В эфире Солочногорского телевидения информационная программа «Наше время» об основных событиях в городе и районе. Главное событие начала неделя в Солочногории визит временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он стартовал в поселке Андреевка. Глава региона прилетел туда на вертолете, посетил научно-производственное объединение «Стеклопластик», «Гордость поселка» и так и неоткрытую поликлинику, главную проблему городского поселения. Знакомство исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева с Андреевкой не случайно началось с посещения научно-производственного объединения «Стеклопластик». Динамично развивающееся предприятие, основными заказчиками которого являются крупнейшие представители ракетно-космического и оборонного комплексов страны, атомной и авиационной промышленности, гордость поселка. Глава региона, знакомился с производственными линиями предприятия, осмотрел экспозицию с выпускаемой продукцией, встретился с работниками. А здесь что в городе происходит? Школы, детские сады? Проблема и со школой, и с детскими садами. Стройки строятся, а детский сад один, школа одна. Больше ничего не строится. НПО «Стеклопластик» – городообразующее предприятие Андреевки. Потому и вопросы от сотрудников касаются всех жителей. Есть земля и самая перспективная для развития рабочего поселка, где запланирована и школа, два детских сада, физкультурно-оздоровительный центр. Это южная часть Андреевки. Где-то порядка 45 гектар. Просьба такая к вам, чтобы как-то ускорить, решить этот вопрос, этого перспективного развития Андреевки. Отреагировав на жалобы, Андрей Воробьев проехал к храму Всемилостивого Спаса, где при новой застройке была испорчена дорога, и дал указания представителям районной администрации. Сколько вам нужно времени, чтобы порядок с ним встанет? Сколько? Дорогу нас вратили в два дня. Исполняющий обязанности губернатора не мог обойти и главную проблему поселка – поликлинику, которую строят уже 12 лет. Андреевцы, живущие в ожидании, надеялись на открытие лечебного учреждения к приезду Воробьева. Но после беседы с заведующей оказалось, что не все проблемы еще решены. Мы посетили поликлинику для того, чтобы понять, насколько необходимо уконфликтовать данное медицинское учреждение, чтобы оно начало работать, и здесь могли обслуживаться и дети, и старшее поколение. До 1 сентября мы необходимые закупки на уровне 10-15 миллионов обеспечивали, и, соответственно, с 1 сентября поликлиника это будет проблему. Исполняющий обязанности губернатора отметил необходимость изменений в жизни поселка, которые должны выражаться в повышении внимания к нуждам жителей и ответственности властей. Из Андреевки Андрей Воробьев совершил перелет в сельское поселение Пешковское. Там, недалеко от деревни Дурыкино, он посетил новую стояночную площадку для большегрузных автомашин. Район 47-го километра Ленинградского шоссе, 20 километров от МКАД. У пропускного пункта на огороженную территорию плакат с эскизом будущего автопорта. В первую очередь этого проекта и должен оценить исполняющие обязанности губернатора Московской области. К его прилету все готово. Среди встречающих представители регионального управления дорожного хозяйства, руководство городского поселения Пешковское, другие гости и журналисты. Большегрузы выстроились на отдалении, словно демонстрируя вместительные возможности автопорта. Электрика исправна, территория контролируется. Приближается гул вертолетного двигателя. Заклубилась пыль на соседней территории. И вот вереница кортежа главы региона. Представительские авто направляются к месту презентации. Андрея Воробьева встречает руководитель предприятия, которое взялось за осуществление проекта автопорта. Подобная стоянка необходима, потому что грузовики уже зимой этого года начали скапливаться на территории, на прилежащих территориях со 107, с Неминградкой. Тем самым практически однажды зимой блокировав работу нашей компании. Начали этот проект в марте, в апреле поучаствовали в заседании в Госдуме, посвященном вопросам автопортов, и получили поддержку от правительства Московского областа. Для строительства автопорта была выбрана болотистая местность. По словам руководства, в настоящее время сдается в строй первая очередь проекта. Собственно, автостоянка на 330 машиномест с перспективой расширения до 2000, пункты питания, душевые и туалеты для дальнобойщиков. В ближайших планах строительство прачечной. Суточная стоимость парковки 250 рублей. Стоимость горячего обеда около 200. Я разговаривал с дальнобойщиками, главное требование – это охрана. Охрана осуществляется собственным ЧОПом, который охраняет свадь 24 вектара с нашими автомобилями. Вторая очередь проекта автопорта будет включать в себя технический центр. Третья – модульные гостиницы для водителей. У нас первая парковка открыта. Теперь большегрузные автомобили могут в безопасности находиться и совершенно спокойно отдыхать. Вот такие проекты у нас на всех ключевых трассах будут реализованы, расположены. Но пока пустая парковка, потому что нет культуры, и фуры часто предпочитают ночевать в населенных пунктах, а не на отведенных для этого местах. Вот такую культуру мы совместно с ГИБДД, с местными властями должны формировать. То есть все большегрузы должны ночевать здесь, ждать своего часа, 20 часов, и уже выезжать, соответственно, на МКАД, на транзит. Ну и можно сказать, что это как раз то место, где именно здесь плюс-минус несколько сотен метров пройдет центральная кольцевая дорога, и, соответственно, в будущем уже здесь будет мощная развязка, которая позволит вообще транзитному транспорту избежать попадания и дальше, в сторону Шереметьево, и на МКАД непосредственно, то есть разгрузит дороги. По данным Главного управления дорожного хозяйства области, до конца 2013 года в Подмосковье будет запущено в эксплуатацию 12 подобных комфортабельных стоянок для большегрузного транспорта. В завершении презентации автопорта Андрей Воробьев поинтересовался качеством пищи в местном кафе и угостил ею своих попутчиков. Следующий пункт визита Андрея Воробьева – микрорайон Тимонова. Там главу региона встретил глава Солочногорского района. Андрей Юрьевич пообщался с жителями и посетил один из самых проблемных объектов в военном городке. Тимоновская котельная была построена в 1968 году и принадлежала Министерству обороны. Сейчас здание котельной разрушается. Это происходит потому, что котельная, как выясняется, построена на плавуне. Под зданием образовались пустоты. На встречу с исполняющим обязанности губернатора области пришло не менее 50 жителей микрорайона Тимонова. Все они с надеждой ждали приезда Андрея Воробьева, чтобы задать ему свои вопросы. Мы два месяца уже сидим без воды. Сделали нас заложниками, самыми натуральными. И что, не видно было раньше, что трещины, какие-то проблемы. Вот надо было ждать и губернатора вызывать. Тимоновская котельная находится в аварийном состоянии и не работает уже два месяца. Представители районной власти пытались успокоить людей, ожидающих руководителя области. Четкое представление у нас такое, что в эту зиму мы должны с этой котельной войти, а модульную, либо то, что специалисты посчитают и скажут, что сделать, параллельно. Ну, самый основной вопрос, понятно, что это наладка, подача горячей воды. А так вообще, наверное, чтобы была чистота и порядок. Потому что в городке, конечно, очень грязно. Озеро грязное, в первую очередь. Площадки детские грязные. Все в грязи, мусор, кругом, везде и всю. Делали отмозки вот эти зимой. Отмозки уже разрушаются вот эти зимой, да. Там не зацементирована. Сливная, вот, с крыши трубы сливная вода идет. Славянка приложила слива. Идет в подвал. В подвале полной воды. Мы ждем детских площадок, чтобы город чистый был. Потому что стыдно, когда приезжают с других городов в гости люди, стыдно по улицам провести. Настолько грязь не убрана. И никому до этого дела нет. После томительных ожиданий, наконец, прибыл кортедж временно исполняющего обязанности губернатора Московской области. Андрей Воробьев сразу же отметил ужасающее состояние дорог в Тимонова. Жители военного городка хотели услышать ответы на все свои вопросы. Но самое наболевшее – отсутствие горячей воды в бывшем военном городке. Почему мы уже на протяжении двух лет, все время у нас протеоптические работы задерживаются на весь летний период. То есть нас воду отключают, и все лето мы сидим без горячей воды. Постоянно. Глава города Александр Талданов пояснил Андрею Воробьеву, что котельная стоит на плавуне. Фундамент размыт, пол здания местами проваливается. Необходимы денежные средства для того, чтобы укрепить стены, залить пустоты под зданием, укрепить несущие конструкции. Качество водопроводной воды тоже оставляет желать лучшего. Для этого планируется провести следующее мероприятие. Мы поставим станцию без железа, мы поставим водоподготовку с ионообменной смолой, ультрафиолетовые установки поставим. А сама система нормальная здесь? Здесь сама система, к сожалению, в плохом состоянии, нужно менять трубы. Проанализировав полученную информацию, Андрей Воробьев принял следующее решение. Нужно сделать экспертизу. Скорее всего, экспертиза покажет, что нужно вложить в следующие два месяца 50 миллионов рублей. Тянуть мы здесь не будем, потому что это уже будет осень, когда мы отремонтируем котельную для того, чтобы она просуществовала год или два. Андрей Воробьев также добавил, что параллельно с ремонтными работами будут проводиться необходимые мероприятия по строительству новой, более мощной котельной. Он пообещал, что приблизительно до конца июля тимонцы должны получить горячую воду. В заключительной части программы визита в Слочногории, исполняющего обязанности губернатора области, была встреча с жителями района в Доме культуры «Выстрел». За несколько часов до ее начала зал бывшего дома офицеров почти целиком заполонили работники муниципальных учреждений. Чтобы скрасить их ожидания в духоте, был показан художественный фильм «Кавказская пленница». А когда встреча началась, специально подготовленные люди блокировали подходы к микрофонам, задавали Андрею Воробьеву малозначащие вопросы, хвалили работу главы района и уменьшали таким образом возможности слончногорских активистов обсудить с руководителем региона жизненно важные проблемы. Подробно о встрече Андрея Воробьева с жителями Слочногория в Доме культуры «Выстрел» мы расскажем в завтрашнем выпуске программы «Важная тема». Начало в 19 часов. Визит в Слочногория Андрея Воробьева должен был завершиться его прямым эфиром на нашем телеканале. Об этом мы договорились с главой региона месяц назад на пресс-конференции в Рео Новости. Всю прошлую неделю у нас шла подготовка к эфиру. В нашу студию приезжали представители телеканала «Подмосковье» и оценили ее техническое состояние положительно. Мы начали принимать вопросы для прямого эфира от жителей. Однако в выходные из областного управления по информационной политике поступила информация, что из-за уплотнившегося графика первого лица Подмосковья 1 июля, возможно, прямой эфир не состоится. Уточнить информацию о прямом эфире исполняющего обязанности губернатора на нашем телеканале мы смогли только после окончания встречи Андрея Воробьева с населением в Доме культуры «Выстрел». Андрей Юрьевич, Саштанбургское телевидение, Олеся Забелина. В графике вашей сегодняшней поездки значился прямой эфир на нашем телеканале. Это СТВ-программа «Важная тема». Мы анонсировали эту встречу, люди вас очень ждут. Но сегодня пришла информация о том, что эфира не будет. Если это правда, скажите, пожалуйста, по какой причине. Если нет, мы готовы вас сопроводить, приглашаем к нам. У меня проблем с эфиром нет. Просто, может быть, юристы смотрят сейчас особый режим. Тут тоже нужно аккуратно. Я могу только по своей служебной деятельности сейчас заниматься. Я же кандидат, вы знаете? Конечно. И поэтому здесь, может быть, они уже страхуются. И на воду дуют, чтобы не злоупотреблять. Потому что, как вы видели, все два часа, я не знаю, сколько мы работали в зале, работали камеры, и это было абсолютно открыто. Поэтому, если вы приглашаете меня персонально, то я обязательно к вам приеду. Проблем здесь нет. Просто часто люди очень недовольны, когда раньше времени уходишь. И говорят, зачем прямой эфир, значит, разговаривать с ведущей, даже если она очаровательная Олесе, да? Не хуже ли, не лучше ли поговорить с людьми вот так напрямую? Вот как бы весь мотив. Я другому другого-то и не. В пятницу, 5 июля, в очередном выпуске программы «Наше время» мы продолжим рассказ о визите руководителя региона в Солочногории. В поездке по нашему району 1 июля Андрея Воробьева сопровождал руководитель Главного управления внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области Андрей Ильницкий. В течение дня он делал записи в своем твиттере и размещал там фотографии с мест событий. В частности, после посещения Андреевки Андрей Ильницкий написал «Дорога к этой церкви, которой более 450 лет, в безобразном состоянии. Включим в программу «Дорога к храму». Запись из Тимонова. Сейчас в Тимонова. Бывший военгородок. Передан два года тому назад в разваленном состоянии. Запись из ДК «Выстрел». На встрече в Солнечногорске 600 человек. Много протестно настроенных. Не мудрено. Местная власть не работает. И еще. Солнечногорский район сплошь проблемы. Двухчасовой встречи не хватило. Люди не отпускают Воробьева. Он их надежда. После встречи на выстреле сход с маршрута. Проверка детской площадки, утопающей в болоте. И итоговая запись. На вопрос одного из пользователей Твиттера. Ну какое у вас первое впечатление о городе, который жители ласково называют солнышко? Ильницкий отвечает. Хороший город без хорошего хозяина. О визите Андрея Воробьева в Солнечногорье на этой неделе сообщают и некоторые СМИ. Вечером 1 июля вышли первые репортажи в эфире телеканала Подмосковье. Видеофайлы этих материалов наши областные коллеги разместили на своем официальном сайте и в YouTube. Осенняя заготовка из отставок. Так называется публикация, появившаяся 2 июля на сайте газета.ру. В ней говорится об изменении тактики областного руководства по отношению к руководителям муниципалитетов с низким уровнем доверия к местной власти. В ситуации предвыборной кампании подготовки к зиме руководителей таких районов и городов решено пока не менять, цитирует газета.ру своего источника. При этом от отставок в районах, где доверие к местной власти невелико, решено не отказываться. Своих постов лишатся замы и начальники отделов, курирующие самые проблемные участки. В Солнечногорском районе это ЖКХ. Там отставки только готовятся, заключает источник интернет-ресурса. Далее газета.ру цитирует руководителя управления по внутренней политике областного правительства Андрея Ильницкого, который сказал, что в рейтинге доверия главам руководство Солнечногорского района находится в подвале. Территория потребует усиления режима ручного управления. Тому есть и объективные причины. В районе находится много военных городков, переданных муниципалитетам в ужасном состоянии. Но многие из них были переданы давно. В них ситуация с ЖКХ остается удручающей. Требуются экстренные меры. Но когда во время поездки губернатор Андрей Воробьев говорил с людьми во дворах на улицах, стало ясно, что местная власть с жителями не разговаривает, не работает. Главу многие видели впервые, заявил Ильницкий. Газета.ру пообщалась и со специалистами по предвыборным и политическим технологиям, которые считают, что до губернаторовских выборов представители «Единой России» Андрей Воробьев вряд ли будет требовать отставки неугодных глав, дав им возможность реабилитироваться хорошими результатами голосования в своих районах. Но после выборов отставки в подмосковных муниципалитетах могут принять массовый характер, так как любой губернатор старается выстроить власть в муниципалитетах под себя. И жители воспримут такие отставки скорее положительно. В публикации приводится также мнение политика Бориса Надеждина. Он считает, что глава Солнечногорского района Юрий Панкратов, который победил как кандидат от оппозиции и только потом вступил в «Единую Россию», своим для партии так и не стал, намекая таким образом на шансы Юрия Анатольевича сохранить за собой руководящее кресло. Завершение выпуска к легкой теме. 29 июня в Центральном городском парке Солнечногорска состоялось празднование Дня молодежи России. Репортаж Ольги Ратниковой и Евгения Корнилова. День молодежи – это праздник для тех, кому предстоит перехватить эстафету старшего поколения и продолжить строить будущее нашей страны. Это прежде всего день молодых, энергичных и целеустремленных людей. Творите, дерзайте, исполняйте все ваши чистолюбивые планы. Счастья вам и здоровья желаю, любви, благополучия, а также исполнения всех ваших желаний. С праздником, молодежь! В Солнечногорске в рамках празднования Дня молодежи проходили различные конкурсы, в которых могли принять участие все желающие. Один из них – конкурс «Автоледи Солнечногорья-2013». Главная задача конкурса – развенчать стереотип, что женщина за рулем – это к беде. Девушка за рулем и хорошо, и по правилам, и спокойно, и медицинскую помощь может оказать. Вот это продемонстрировали сегодня наши девушки. Это была, собственно, главная задача этого конкурса. Одним из занимательных зрелищ на празднике стал брейк-баттл. Здесь участники самых разных возрастов, как бы соревнуясь между собой, демонстрировали чудеса пластики и выносливости. Ведь стойка на голове далеко не каждому под силу. Я очень люблю заниматься танцами, потому что это очень интересно. Я буду национально на танцах, на победах, на огонь. Классно. Также здесь можно было полюбоваться современным искусством граффити. Граффические художники считают рисование граффити больше, как вид отдыха и общения между собой. Когда рисую, что он больше отдыхаешь, и через какие-то препятствия больше заброшенные места, и как-то для себя рисовать, чтобы потом таких местах участвовать, пока рисую рисую. После проведения конкурсов организаторами праздника будет приготовлен концерт с участием солнечногорской рок-группы «Индикатор» и московскими знаменитостями. Затем была дискотека и праздничный салют. Аплодисменты. И в субботу в 8 часов. Кроме этого, в субботу в 19.30, в воскресенье в 9.30 и в понедельник в 8.00 и в 14.00 в эфире выпуск «Наше время. Итоги». Удачи вам в праведных делах. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова